Так, Юмика против Лоулит. Для тех, кто смотрит записи, еще раз здрасте. Огромное количество матчей на замечательном турнире, который проходит в Китае. Уже плей-офф стадия, третий игровой день. И в данный момент это, кажется, полуфинал нижней сетки. Первый матч Юмика против Лоулит. Карта Ancient Tiles. И первый МК. Первый МК у Юмика. А там Devon Hunter. Криппинг идет на АОВАМ, весьма стандартный. А МК побежал уже, побежал, крепится. Карта, кстати, эта чем-то напоминает Echo Eels. Сейчас объясню логику. Здесь тоже всего по одному экспанду на человека. То есть, именно поэтому и на... Хотя здесь сложнее ставить эксп, там круче мобы, чем на том же самом Echo Eels. Но здесь тоже хуманы любят играть вот именно в фаст эксп с МКой. И какой-то тайминговый там выход или разводы. Просто акцентировать внимание на том, что тебе достаточно занять две базы и плясать от них. То есть, не нужно там... Ну и, конечно же, мешать Эльфу ставить нычку каким-то макаром. Или таймингово убивать ее за счет того, что у тебя экспант раньше. Вот. Но, наверное, таких карт больше и нет. Не припомню. Есть еще вот это вот зеленое, которое нет в маппуле этого турнира. Название все позабыл. Пошел Грейт на Т2. Магическая вышка на мейне. Менты как-то постояли. Ополченцы там взяли оружие, потом передумали и убежали. Ну, в смысле, вернулись к работе. МК все равно должен сейчас брать... Я думаю, что должен ставить базу. Вопрос только когда. Он пытается, видимо, выбрать удобный момент. Но сейчас вообще куда-то бежит... Ну, непонятно, куда он бежит. По продакшну видно, что он продолжает строить футменов. Он продолжает строить рабов. Да и сам герой Маутен Кинг, как бы... Ну, вариантов-то не то чтобы совсем нет. Но через МК крайне сложно играть с одной базой. Ну, и зачем? Да, побежали менты. Да, он берет с огромным запасом ополченцев для того, чтобы... Было проще на экспанде ставить... Ну, крипить пацанов и отбиваться от Димы. А, Дима еще не выбрал скилл-поинт. То есть он... О-хо-хо! Он разбудил крипов таким вот движением. Поставил Монвел рядом с крипами. И... Куча трупов вокруг Демон Хантера находится. Куча рабочих погибла благодаря выдержке Демон Хантера, что он не психанул, не телепортировался. Вот, но все-таки справился с нейтралами. Юмико ставит базу. И... Не, не ставит еще базу. Слушайте, у него плохая ситуация. Хотя нет, там почти третий МК. Подрезанник какой-нибудь Арчу. Сейчас Моноберн будет. Молоток в Диму. Попытка окружить. Виспов под... Ой, какое окружение! Как просто по... По учебнику. Просто как... Правда, горит. Там битые футмены. Очень битые футмены. Прогорает. Третий левел получает. Рабочих убивает. Из... Из... Господи, ему даже уходить не нужно никуда. Новые менты приходят. Персональный телепорт. Есть ли там баш? Баш срабатывает! Вот это вероятность. И минус Дима. Да нет, да нет. 19 хитов. Лови его. Лови, лови. Окружай, окружай. Окружай. Тык-пык-цык-цык-цык. Ай. Да. Ой, Господи. Это намувик просто. От и до. От начала и до конца. От мотка. Окружение. Горение. Левелап. Баш. И охота за Демон Хантером. Как вообще? Это просто вот... Берете промежуток. 20 секунд. И вырезаете намувик. Просто. Потому что исполнение и с той, и с другой стороны. Плюс немножко рандома. Это было просто великолепно. Я уверен, что вы заценили. Приходит панда. Сдувает сразу же вышку, которая строится. Только-только начала строиться панда приходит. Она, конечно, чувствует себя уверенно. С другой стороны есть МК, у которого он уже третьего левела. Но нычки-то нет. И делаются два древа ветрова. Попытка просто добить сейчас. Добить... Юменько. Логика какая. Футмены, скорее всего, будут с дефенсом. Чтобы от Арча не умирать. Молоток. Опять окружение. Но вроде Арча снизу. Пытается подвести. Подводочка. 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 Да, уходит. Но еще не все. Не все потеряно. Панду жмут, жмут, жмут. И... Хопа! Окружение великолепное. Второе уже окружение. Замечательное. От Юмико. Он убивает панду. Получает еще пачку экспы. Какая дичь. А зачем он Хантерс Холл делает, если он делает талонов? Видимо, потому что деньги есть на то и на другое и на третье. Талоны нужны для того, чтобы пробивать как раз футмэнов с дефенсом. Ну и еще минус армора вешать. Бла-бла-бла. Юмико все равно, несмотря на то, что у него все абсолютно хреново, он умудряется за счет правильных молотков и великолепных окружений жить еще, оставаться на плаву. Классно. Выбора, опять же, повторюсь, у Юмико немного. Он должен ставить базу так или иначе. Он делает футов. Шесть штук. Регенит манку Маутон Кингу. Можно, конечно, попробовать закрепить... А как он с футвенами-то, лагерями? Ну, троллями, если что. Если только. Да, тут уже четыре талона. Сейчас, как увидит он талонов, сразу расстроится. Увидел талонцев. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Дима живой, тоже почти четвертый. Он убивал, и в прошлый раз в том числе, очень много народу. Магическая вышка грейдится, но она может даже и не доделается. Здесь и тролли есть, и арчаи, и талоны стреляют. Да, отменяется вышка. Минус талон. Справа еще один талон. Вот как быть? Пошел делать грейд на кип. То есть он понял, что не справится. То есть он не поставит экспант. И хоть это решение видно было, что дается ему крайне нелегко, и он все еще пытается даже за вышку держаться, за эту точку, за этот магазин. Вынужден двигаться дальше. Молоток в Диму. Почти четвертый валаево, Дима. Подрезает. Оп. Еще один молоток. У эльфа руки развязаны абсолютно. Он может делать все, что хочет. Он даже лорницы действительно может добавить. Т3 тыкнуть, медведя заказать. Он и так сейчас гоняет. Он может поставить базу. Но в этом плане несколько сложнее, потому что вот как раз строящееся дерево может футменами забрать... Может забрать Юмико. Висп диспелится. А, там нет моноберна вообще. Сейчас только появилась моноберна в четвертом левеле. А все остальное время в виспами он диспелил. Ману у Эмки. Две лорницы достраиваются. Может быть, одно отменит точно. Не может быть, а точно. Вторую нет. Хотя нет. Может и не отменит. Уже нет. Тут еще деревья. Фэйри фаер. Надо навешивать. Эмка убивает. Талон, он специально остался позади, чтобы нанести пару ударов и убить Талона с молотка. Еще минус Арча. Ну, старается. Старается подрезать. Вторым героем, кстати, Бладмейджа надо взять. Он очень хорошо поможет и против Димы, и для прокачанного Эмки. То есть, маны, в которую будут заливать Эмку, она... От Архмага-то вообще пользы никакой не будет. То есть, какой смысл делать Архмага, если у человека две лорницы? Ну, простой вопрос. От паладина тоже вроде не сильно много пользы, потому что... Ну, он, конечно, лечит, но представьте, что будет, если... Там МК почти пятого левела. Что будет, если берется Бладмейдж, сразу нейтрализуется, так или иначе, потихонечку Панда, Демон Хантер в плане маны, и заливается маной четвертый, все еще четвертый Маутен Кинг, ну, в перспективе, соответственно, пятый. Я надеюсь, что это будет БМ, Бладмейдж, соответственно. Ну, а что... Да, вот как раз комментатор тоже говорит, что такая ситуация, что можно... Да, Бладмейдж делается вторым героем. Реально, у Эльфа руки развязаны полностью. Он сейчас делает и нычку делает справа, нам показывали ее. Он сделал два таких здания, два сяких здания. Возможно, он даже тыкнул Грейт на Т3. Скорее всего, он тыкнул Грейт на Т3. У него есть ресурсы в запасе. Чувствует себя очень спокойно, свободно. Классно. Успеет выйти Бладмейдж. А как ему выходить из глухой застройки? Там же глухая застройка Юмика. Неужели придется убивать там ферму какую-нибудь в проходе? Грейт на Т3 делается, 42 лимита. Сейчас у Лоулита. Здесь первая кастерница. Ну, хочется поставить эксп. Вот всегда будет хотеться поставить эксп. Использует уже не очень нужные деревья для того, чтобы потанковать. Все равно, как бы, талонов... Талоны строились с одной целью, чтобы в случае чего додавить футменов с дефенсом и, соответственно, нычку. На дуэльных картах такая страта довольно часто используется. Но сейчас деревья можно абсолютно спокойно, так же как Ancient of War, стандартное дерево, которое сейчас помогает крепиться Demon Hunter, использовать вот в качестве танков. Потому что следующие юниты, которые интересны эльфу, это медведи. А остальное... Он в трех местах крепится практически. То есть дерево тут, дерево там. Если позволять такие вещи делать... Сейчас панда будет просто уже третьего левела. Да, панда третья. И Дима там еще прокачался. Да, лимита больше. Это первая игра еще. Ну, начало было, конечно, жарким. Молотки окружения, горение, масса трупов, баш во время персоналки. Шреддер приобрел. Опа, опа, опа. Мортирки. Т2. Так а что дальше? Хорошо, ну там приз, сорка, спулбрекер, мортира. Здесь база доходит уже. Да инвул, инвул, инвул. Для чего это... Во-первых, с... Ой, сейчас засада будет, ребята. Во-первых, невидимый Дима спалил, что летит дирижабль. Дирижабль летит как раз на мою фразу, а что делать с экспандом? Экспанд надо харасить или убивать. Невидимый Дима опять здесь. Пытается... Пытается вписаться, добить. Добивает стырит девайс. Да, это полный... Полный развал. И позиция хреновая. Крипа помогает. Падает Бладмейдж. Это ГГ вообще можно наливать. Но он телепортируется, скорее всего, не будет сдаваться. Не, забьет. Гоу Еи. ГГ Еи. Эхуэл. Следующей картой будет. И там тоже будет Матун Кинг вангую. Почему проигроки вечно книги ловкости оставляют не столько бесполезны? Нет, скорее книга ловкости чаще всего сливается с ландшафтом. Вот почему. То есть трава обычно зеленая на картах, книги ловкости не такие контрастные. Сила красная. Там инта синяя, ярко-синяя. Экспаток вообще золотой. Это на него такой рефлекс сразу идет. А ловкость, они самые менее заметные. Скорее всего, поэтому. Почему одни футы? А что ему делать? Вот он Т2 сделал, начал потихонечку делать кастеров. Там мортиры планировал делать. Но он скорее просто тупо не знал, как быть, если тебе не дали поставить базу. В принципе, человек без воли мог бы и ливнуть сразу после этих попыток безуспешных. Там в массе моментов можно было ливнуть. Когда понял, что нельзя поставить нычку раз. Когда встретил футменами Талонов 2. Когда увидел две лорницы и строящуюся нычку. Играет на Т3 3. Масса демотивирующих вещей, после которых реально опускаются руки. То есть ты реально не знаешь, чем сражаться вообще. Там насколько впереди человек. Ну, он не сдавался. Пытался. Но окончательную такую жирную точку в этой игре поставил именно Демон Хантер. Который для начала спалил дроп. Который планировал атаковать Экспанд. А потом, когда... Потом, когда Юмико решил остановиться и покрепиться. Была организована четкая атака. Тайминговая. Аноним 1999-2. Я не знаю, если честно, с чем именно конкретно проблема у тебя. Или у других пользователей, у которых есть проблемы. Лучше всего при возникновении нажимать консольку. Это слева от единички. Делать принт-скрин и отправлять на саппорт. Если есть какая-то проблема с трансляцией. У нас есть внутренняя система мониторинга. Мы знаем о количестве проблемных пользователей. Но можешь еще попробовать включить и выключить в бета-профиле в своем HTML-плеер. То есть, может быть, флеш у тебя будет работать лучше. Вторая игра. Первая, как вы видели, в одни ворота. Но даже несмотря на это, она нам подарила прям вот пару десятков секунд отменного уровня, вот отменной красоты игры. Варденко у Лаулита. Но это не новость, потому что мы уже видели, как он играл. Правда, не помню, против какого Хумана. Но играл. Так, опять Петр74РУ создал голосование. Из-за этого я часть сообщений не вижу в чатике. Миш, хочется один на один начать играть? Подушевляют игры? Нет, не настолько, чтобы вернуться и катать в Варкрафт. Я буду слишком опять пригорать. Маутен Кинг. Маутен Кинг. Первым героем. От Юмика. Плюс он является весьма неплохой контрой Кварден. Ну, посмотрим, что будет. У тебя на высоком сорс-качестве, у Фогича картинка просто хуже. Нет. У нас одинаковые пресеты, скорее всего, у Фогича просто не сорс-качество на том, там, где он смотрит. Может быть, настройки стрима какие-то не те. Может, он захватывает как-то не так. Но высокое качество у Гудгейм одинаковое на всех каналах. За исключением, мне кажется, то ли Зерга, то ли еще кто-то там просил специально выкрутить. Кому-то специально повышали битрейт. Поэтому... Ну, у меня стандартное стоит. Там 2 мегабита видеопоток и плюс аудио без сжатия. А он хотел просто увидеть героя. Это было просто фулинг футмен в середине. Очень-очень длинный в игре. Я не совсем понял, о каких майнгеймсах идет речь. Пошел Хантерс Холл. Вот это любопытно. Да, возможно, действительно, он хотел убедиться в том, что это МК. МК значит база. Если база, то, возможно, Хантерс Холл и 2 барака. То есть выбрать значительно более агрессивный стиль поведения. Может быть, такая была логика. Ладно, так или иначе, сейчас посмотрим, добавит ли второй барак. Он может вообще сыграть один барак Хантерс Холл, например, Эксп. Просто, учитывая то, что нет АМ и нет Алименталей, Хантерсы значительно лучше работают, чем против МК. Свободнее себя чувствуют. Это Грейт или Нычка? Это Грейт, кажется. Или нет? Да, Грейт это. Что-то я пока логике Лоулита, она мне пока непонятна. Ну, вообще, сейчас Юмика проверяет базу, ожидает, что Эльф ответит как-то Экспандом. Поставив свою базу, его задача убедиться в том, что там нет халявы какой-то тоже, попытаться ее, если что, отменить. И попытаться еще привлечь внимание к себе, вот к Маунтон Кингу, к Футменам, только для того, чтобы его Экспа Вардена оставила в покое. То есть, чтобы она не думала о том, чтобы идти там харасить, как-то кого-то убивать. Убивает Арчу. Можно убить Гнолика. Кстати, вон он, какой маленький Гнолик. Нет, не добила. Никто не берет книгу опять, если никому не нужна книга или ловкости. Окей, появляется первый код. Код очень сильно помогает. Конечно, приходится дело для этого Хандрес Холл, но в Хандрес Холле еще апгрейд ночное видение отличный. 50-50, практически бесплатный. Лоу, там Юмика хотел стинкером застраивать, Эльф спалил, поэтому МК Юмика не отменил. А, там Юмика хотел стинкером застраивать? А как застраивать стинкером? Вариус с бараком, который лагерь наемников. Может, он спалил, типа, что там... Ясно, понял. Sorry, sorry. Не досмотрел, не досмотрел. Доделывается, играет на Т2, еще одного кота заказывает, ламбер мил. Нычка работает, это немножко должно настораживать. Наверное, должно быть лоулито. Лоулито. Коты приходят, начинают бить, магическая вышка особо им урон не наносит. Может, опять талоны какие-нибудь? Древо ветров. Панда. Пока нет никакого продакшна на Т2. Вот как раз вопрос, что хочет лоулито, что он хочет? Лорница все-таки. Две лорницы. Ног. Причем лорница для дриад. Главным образом, они для медведей. Сюда нужно приходить дышать сверху, пока магическая вышка занята, не перетаргетина. А маны нет у варды. Панда не дыхнул. Варды ничего не сделал. Да, 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 я согласен, что у эльфа сейчас ситуация очень непонятная, невнятная играет. Бэкпэк. Два барака, да. То есть, сейчас Хуман просто понимает, что базы нет. Он ее параноидально проверяет постоянно. И, видя, что там ничего нет, понимает, что его задача, что поотбиться. Поэтому и второй барак. Возможно, это просто много-много рифлов. Ну и, конечно же, лагерь наемников ему нужно крепануть. Персональный телепорт. Кстати, давно я не чекал экспант сейчас Юмика. Дефенс, вышка, вышка гвардовская одна. Футман Фрэнзи какой-то происходит. Там десяток футов побежала на базу к эльфу. Да, шикарный девайс. Самый лучший, наверное. Приходит, и что, и шахту бить? А, персональный телепорт. Надеюсь, МК купил ТП. Начинает рубить дерево. Такой бред вообще. Как это? Как это можно сделать под ножами, под пандой? А, он свитком хочет законтрить. И телепорт. Еще ножи. Минус два фута. Минус три фута. Судя по трупам. Такое бывает, что Майн Геймс приводит игру в такое русло, что игроки начинают теряться, что шаблоны не находятся какие-то, да, привычные. И все идет как-то нескладно. Потому что все-таки, когда ты играешь дефолт, ты опираешься на значительно большее количество проверенных ходов, на большее количество партий. А когда в самом начале все идет, все сбивается с таймингов, с привычных последовательностей, получается вот такая вот тема. То есть эльф, посмотрите на его продакшн, непонятно, что делать ему. Вроде как нычек надо ставить. Да, вроде ставит нычек. Но вроде это надо было делать значительно раньше. Может быть, да не может быть, а точно ему нужно было что-то делать, если он так задержал появление экспанда с вражеским экспандом. Он пытался вроде это сделать. Там подбегал, там хантресами харасил. Но внятного результата, внятного эффекта достигнуто не было, получено не было. Ну, так или иначе, со временем игра должна вернуться в какое-то более-менее логичное русло. Панда почти третья, снова какой-то сбегает, а не строя входит. 12 футменов. Просто пачка футменов. Куда они тоже бегают, с какой задачей? У футменов тоже вроде как в голове какой-то бардак творится. Они прибегают на Т2, с ним телепортируется МК с целью, внимание, убить дерево при живой панде в Арден. Вот это правильно. Вот это забегание абсолютно логичное, верное, ожидаемое. Классное. И, безусловно, эффективное. Просто взял и отложил появление экспанды еще где-то на 2 минуты. Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что эксп строится долго, он был уже наполовину достроен, еще некоторое время понадобится для того, чтобы новую виспа сюда привезти. И вот сейчас не поставленный эксп и не нахорошенный вражеский эксп привели к картине, которую видите в левом верхнем углу. То есть лимиты равные, а по деньгам уже серьезное преимущество у Юмико. Снова забегание, на этот раз попытка убить как можно большее количество виспов. Кстати, получается, убивает уже как минимум трех виспов. Футмены с дефенсом, панда дышит, дыхание второе, еще ножи сделать. Минус три футмена. Обожаю эту связку. Четыре футмена. Там еще пять футменов. Все игнорируют книгу ловкость. Вообще все проходят мимо. Конечно, не стоит. В книге нет ничего плохого. Не бойтесь книг. Слотов не занимают. Это раньше занимали слоты книги. Томов Экспириенс — это коричневая книга. А все остальные, кажется, синие были по цвету. Вроде не было разницы по цветам. Синий, зеленый, красный. Просто не до этого. Рифлы строятся из двух бараков. Архмак вторым героем. Мортиры. Немножко... А, вертолет. Вертолет? Скорее всего, первым просто вертолет для того, чтобы получить отличную разведку. А потом уже мортирки. Запрещенная литература, говорят. Возможно. Да, мортиры, улучшение дальности рефлам, престам диспл, видимо, чтобы пары диспелить. Ну и общий баф для престов. Странный какой-то криппинг. Да тоже прошел бараком для того, чтобы бараком протанковать. И в результате черепаха жрет. Ну, в общем, тут хантрессы потерпели. И снова забегание. На этот раз приходит один МК. Скорее всего, он просто молотки будет кидать в виспов, которых увидит. А виспы внизу прячутся. Вон, я вижу. Все-все-все, он там нашел такую делянку. Блин. Пытается увидеть... Да, нашел. Убил одного, побежал дальше. Хантресса, кота-кота-кота-кота-кота-кота-кота. Ну, или этого, да. Нет, не получится. Книгу все-таки прочитала. Это безусловная ачивка. Лимит 69 на 52. Нужно уже планировать атаку Юмико, потому что эльфийская база неожиданно доделалась. Кажется, приобрел сейчас амулет маны второй в маркетплейсе. Теперь и Панда, и Варден плюс 150. Мне кажется, переборщил с вышками Юмико. То есть не было ситуации, когда реально какая-то была серьезная угроза со стороны эльфа. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Вархмага Свиток. Очень сомнительная пока армия у эльфа, пока он не получил медведей. Там Каты, Дриады. Это все разваливается и от рифлов, и от мортир. Очень здорово. Ну, и там Кастера, конечно, помогает. То есть не такой качественный лимит, который может нормально справляться с текущим миксом Юмико. Но зато есть Панда почти пятая. Наполовину пятая. Можно Мурлоков забрать. Но лучше, конечно, избегать сражений до появления медведей. Если у эльфа, конечно, будет такой выбор. Потому что Юмико в теории должен вот час уже на лимите 80 собраться с ментами, со Свитками и пойти застраивать экспант врага. Катан. Да, закупает башней. Три штучки взял. 60 на 80. Что такое? Понятно. И медведи. О, он забыл играет на медведей. Косяк. В таких ситуациях, когда... Ой... Когда вот-вот будет атака от врага, ты ее ждешь, ты знаешь, что тебе нужно, чтобы не умереть желательно. Забывать ключевой грейд для ключевого боевого юнита, это... Это рискованно очень. Он мог спокойно этот грейд сделать когда угодно. И во время грейда, и как только сделался Т2. На молоток развел сейчас МКУ. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Пытается отступить. Сейчас молоток будет от МКИ. В кого? В Огры Солдата. Став, хорошо. Мне кажется, Эльф все равно может отбиться. У него герои замечательные. Свитки тоже есть. Лимит приличный. Единственное, дожить до медведей... Ну да, лимит сам по качеству не очень хороший. Три вышки грейдятся уже. Какая же внушительная армия, а? Доделывается только-только апгрейд на медведей. Сбивает Хилл. Немножко дэмэджит Панда. Иллюзии на Огры Солдата. Почему не на медведей, непонятно. Еще два медведя в дозаказе. Виспов здесь не хватает. Вон вис пошел диспелить. Диспел протекшна хорошо. Новые медведи подходят, рычат. Вышки грейдятся. И кажется, все-таки Юмика продавит. Ну смотрите, как гадриады разваливаются от мортир. Бах! Качество лимита не то. Качество лимита не то. Инвол на инволу снизу. Попытка убить Архмага? Может быть. Вышки достроились. Три штуки. Пытается дальше бежать. Ох, став. Варя пустая. Панда тоже. У нее есть телепорт. Нужно делать телепорт, да. Теряет медведей. Ну это 1-1, судя по всему. Хоть преимущество по лимиту сейчас и не такое большое, но вышки-то никуда не убрать. И вынужден сейчас сражаться, лоулит. Пытаться, не факт сказать, что он успеет даже к базе. Потому что 4, да. Вынужден выкапывать, брать виспов. И снова прикапываться надо. Тот факт, что лоулит выкопал эксп, должен немножко успокоить юмико, потому что сама причина его атаки в том, чтобы этот экспант не работал. То есть можно засечь минуту, пока шахта опрутится и подготовиться к следующей атаке. Лучше, чем куда-то лезть. Маг врывается. Опять ножи. Маны нет. Дыхание. АМШ. Поздновато, поздновато. Риджув! Какой, какой став. Какой став, какой Риджув. Убивает вышки. Да ладно, неужели это бьется? Там добыча про... Ой, минус 3 раба! Слушайте, он может отбиться, знаете, потому что панды нападут на 6-ая. То есть если сейчас продолжится вот такая вот легкая отдача от юмико, то можно просто... Можно просто, да, за счет панды выиграть. Панда там всю эту мелочь вообще разоплотнет. Какая массовочка будет. Восстанавливает ману. Медведи битые. Надо вышки пытаться отменять. Неплохо, неплохо. Опять ножи, дыхание. Опять молоток в панду. Опять дыхание. Сейчас надо сделать, наверное, МШ на замахе. Ох, в панду залетает молоток. Медведи разваливаются. Разница по лимиту увеличивается. 73 на 52. Панда не так много экспы набрала. И нет жизни, нет маны, непонятно, как лечиться. И непонятно, чем защищать эту базу. Там мейн уже должен заканчиваться. Может, забить на экспант. Не, не хочет. Ножи так себе. Панда падает. Это 1-1 теперь точно уже. Ге-ге. А что я расстраиваюсь-то? 1-1, интересно же, блин. А-а-а-а-а. А-а-а. А-а. Субтитры делал DimaTorzok 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 Уже идет без трех минут шесть часов В начале там у нас вообще было человек 300, наверное, 400 Мало кто проснулся в 6.30 Но в самом начале были тоже классные матчи Все записи, они... да господи, хватит орать! Понятно Все записи льются на YouTube, обрабатываются там и выкладываются весьма оперативно аспирантом В разделе видео вы сможете их, собственно, можете их уже увидеть, все, которые обработались и готовы Сегодня будет насыщенный день в плане стримов В ВЦА пройдут все матчи абсолютно до суперфинала То есть... то есть... то есть... У нас брендирование классно, повезло Сейчас заодно проверим, у нас заполняют события или нет Заполняют Будет финал Явс против Флая Это не суперфинал, это финал верхней сетки Мы досматриваем сейчас Юмико против Лоулит Тиаш против 120 Получается, будет следом по логике Это странно, что они в таком порядке начали Потом победители А потом... Победитель Финала виннеров с проигравшим финал лузеров То есть сводный финал такой будет А вот суперфинал уже дальше То есть полноценных матчей у нас раз, два, три, четыре Четыре серии Четыре Снэйк говорит, я поленился в 6.30 встать Ну как так, Снэйк? Ну, Снэйк В игре Рич против 120 выиграл Тиаш Бывает такое, бывает Ничего страшного Посмотрим на сетку еще после этой серии Они тоже показывают свой вариант Хав пока единственный, кто флайкарту отжал, говорит Андрейка А почему у Майкера меч перед ником? Спрашивает Темплар Вот потому что я могу сделать так Воин добра и света Ну это модераторы У модераторов есть такая индикация О, Арчер, привет Слушай, появилась интересная идея вот этих вот товарищей Которые стримят на Твиче Warcraft Это канал B2W Back to Warcraft Попробуйте их на Goodgame пригласить Потому что они стримят Гера Капы Они знают о Goodgame Они знают о Русбрейн Капе Поэтому присмотрись Конечно, это не Настя Ферс Это не Белочки Но товарищи, которые стримят Варик Ох, параллельно идет матч 120 против Тиаша Это на самом деле облегчение такое для меня Потому что на минус 1 Хорошо, что они в лозерах Два полуфинала и решили сыграть одновременно Если вы хотите, в чатике есть ссылка xDemon.doll Там Тед стримит этот матч Пойдем смотреть 120 Нет, не дело бросать серию Особенно на решающем матче Тем более у вас есть свобода Можно даже две вкладки открыть Представляете, техника до чего дошла Можете смотреть и там игру, и здесь Можете здесь слушать, там смотреть Или слушать и то, и другое И смотреть то, и другое Как хотите Попробуйте в мультипоточность перейти У нас же на дворе 2015 год Сколько ядер в вашем процессоре А вы тоже, наверное, можете распараллелить потоки И воспринимать информацию из разных источников Поэтому давайте, давайте Когда бельчат обратно пригласят Так их никто не это самое Просто То ли они в принципе стримить Не стримят Вот Я не знаю Какая следующая карта А в конце игры вроде не писали Какая следующая Поэтому просто видим Игра флая против тяжа будет залита Она льется уже Скорее всего она уже даже залилась Просто обрабатывается Тереностенд Решающая Что? Ах, они Паразиты переключаются на другую игру Ну ладно, хорошо Тогда Мне ничего не остается Кроме как Смотреть 120 против 120 против Тиаша, да? Да, да Должно быть Да точно Точно Флай выиграл тяж И тяж в лазерах 120 тоже в лазерах В общем, да Нэхо Уэллс Они играют Мы где-то в середине игры Подключили Здесь Т2 Вижу Есть Эксп Тут Финды Кажется, будет Взят Взято Нага Хотя нет Возможно, просто у него Не хватает леса На второго героя Как так получилось Так Диспелят скелетов Тут магазин Коэл Минус рабочий Отменяет ДК неудачно подошел Под магическую вышку Там ее даже Перенацеливать не надо было И еще Коэлл можно И решил не добивать Почему-то Преста Ну там же Лич, да Лич Слотерхаус Убил он Кайлом Судя по количеству маны Жрецалесных троллей Ну и поджимает Потихонечку Поджимает Достаточного количества башен Тут тяжа нет А тут вообще Грейда нет Да-да-да Вышки нужны Магазин нигде не поставят И тут не дают построить И там не дают А лич уже идет Конечно, ДК битый Но обсидианка Тоже вроде едет По миникарте Мы видим точку Где-то может быть финт А обсидианка еще делается Что вроде бы Слотерхаус Строился Ой Но слишком Наполучал Да Да, это финт Четвертый Дефенс Появился у Тиаша По возможности Надо, конечно, бить Тогда по Элему Он хоть и плотнее В полтора раза Но зато Не сопротивляется Так сильно урону Передал какой-то девайс Видимо, это скелеты Добавляются вышки у Тиаша Леса не хватает Он пробует решить Проблему Штамповкой Рабочек на мейне Напрашивается Да, напрашивается Нового в тролля Минус тролль Каждый юнит важен Каждый подрезанный юнит Очень важен Зигурат на лимит 50 Тележка вторая Уже подходит Вот здесь хорошо было бы Марш-бросок вниз И попробовать Отменить А, они еще не грейдятся Эти вышки Тогда Тогда не столь Ну, хотя можно Но не столь важно Хорошо лечит Да, вот говорит как раз Комментатор Что можно было легко По залпу сделать Но, видимо, он боялся Что его сверху Принакроют День начался А стало быть Появился голем Появился Огросолдат В лагере наемников И Его купил Соответственно Тиаш И можно было оттуда Просто не убежать Кем-то Так, пошла Пошла Акула Ребята, ракету Запускаем Оксана Там Б001 Что-то с Оксаной Произошло И Акула Полетела на ракете Голем Выживает Все под Слоу Все Все Надо Реально Без Без шуток Поизучать Просто вот Пару стрим Сервисов Китайских И Там Видно Что чатик Вообще Нашпигован Диким функционалом Эй Все Сейчас мы Переключимся На другую игру Что-ли Они проверили Видимо Что там Что там игра Еще не началась А Меняют Да Окей Ну хотя бы Немножко Посмотрели Что там происходит И все-таки Переключаемся На третью Решающую игру Между Юмико И Лоули Тереностенд Интересно Какие там герои Все-таки Потому что Карта Это новая Варденко И Архмаг Умеют Вот Лоули Я прям Воспрял Приятно Смотреть На Разнообразие В плане Стратегий Что эльфов Эльфов Много Мы И Муна Смотрели С разными Его мыслями И Щи Щи И Лоули Это собственно Кто там еще был И Ворча Фрича Как я забыл Упомянуть Естественно И У всех У них Есть Определенный Стиль Стратегии И Особенности Второй Барак Вот кстати Это Классика Теренаса С Варден Именно Два Барака То есть Так Фуфа Кстати Играем Играем Я за эльфов Всегда То есть Если у тебя Есть потребность Крипиться Вот прям До третьего Левела Беспрестанно То Два Барака В нужных Точках Это То что Нужно То есть Один Ходит Другой Строит Начинаешь С одного Один Барак Одна Арча Потом Соответственно Добавляешь Второй Меняешь Нумерацию Выкапываешься И Дальше 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 Правда Правда Второй Барак В этом Случае Был поставлен Скорее Для того Чтобы Хотя Нет Где Хантерс Холл Тогда Если Если Он хотел Это В агрессивном Стиле Использовать Видит Да Видит Веспом Сейчас Лоулит Что Начинается Криппинг Варден Ря Куда Ну вот Что это За Бессмысленные Побегушки Вот Я не пойму Он реально Опять Вот Мечется Как будто Нет мысли Как будто Нет понимания Того А что Вот Делать В данный Момент Либо Его планы Меняются Хотя Хуман Вроде Не знаю Он решил Вернуться На Криппинг Своей базы Пошел Грейт На Т2 Какой-то Псих ЛС Не на Туарчу Барак Добил Кажется Или Щитом Проходя Мимо Да 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 Готов Третий Левол Вардан Действительно Хороша О У нее Щекинжал Второй То есть Когти Носки Робов Маги Это как раз Билд Под убийство Арахмага То есть Ну Как в доте Собирают Эти слоты У тебя есть Директ Хороший По одной цели Работающий У тебя есть Увеличение Урона С руки Которая Комбится С Даггером То есть Ты кидаешь Даггер И начинаешь Нарезать По замедленной Цели И еще Есть Слипер Сфагильц Которые И урон Дают И скорость Атаки Опасная Опасная Вардан Эльф Добавляет Хантер Сколл Делает Гретн Т2 Не знаю Будет ли он Пользоваться Пользоваться Тем Что Есть Возможность Поставить Базу Лес На это Есть Но Это Настолько Очевидное Действие Что Просто Постоянно Юмика Будет Чекать Эту Базу И стараться Ее Отменять Поставить Ее Кстати Можно Издалека Варя Варя Подрезает По Юниту На Рахмага Внимание Не Обращает Там Дефенс Очень Очень Хорош Криппинг Добивает Еще Фута Один Выживет Там И выхиляет О Вот это Классное Решение Посмотрите Это Тоже Элемент Майн Геймс Лоулит Ставит Базу Не на Очевидной Точке Которая Уже Закреплена А В левом Нижнем Углу Как раз Для Того Чтобы Ну Чтобы Сложнее Было Противнику Ее И Обнаружить И Убить Вот Потому Что Как Уже Говорил Ближайшая Точка Она Логична На ней Типа Быстрее Можно Поставить Базу Прямо Рядом Шахтой Но Это Настолько Очевидный Ход Что Проверяется Постоянно Тайминг Этой Базы Очередной Элементаль Был Запущен В Разведку Не Получается Окружить Элементаль Воды Он Неповоротливый Здоровый Но Все равно Не Получилось Две Лорницы Тоже Замечательный Выбор Единственное Что Стоит Ли Делать Играть На Т3 Соло Варден Будет Соло Варден Это Очень Круто Значит Есть Шанс Тадай Бараком Добил Точно Точно Неплохие Девайсы Очень Много Ман У Варьки Ну МК Объяснит Варден Когда Выйдет Что Так Нельзя Одеваться Слишком Вызывающе Провоцирует На Молоток На Фокус Это Как Блэгмайстр Шестью Когтями Сразу Привлекает Массу Внимания Разведка Вроде бы Пошла Вниз Сейчас Посмотрим Будет ли Купелин Зеппелин Вроде Для Тиаши Это Очень полезный Девайс Как она Впивается Просто Вархмагово Посмотрите Просто садится На хвост Коню И все Зеппелин Летит На перехват И он Спасет Спасет Да 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 А можно Было Даже Принять Этот Шадоу Страйк Барак Отдал Недоконтролил Недоконтролил Так Ну ок Минус Два Барака Главное Базу Поставить Тут Пошли Дриады Там Есть Дефенс Но По крайней мере Можно Будет Замедлять И По Дирижаблю Тоже Стрелять Дальше Очень Очень Медленный Вот смотрите У него удалось Обмануть Кстати Ему удалось Обмануть Юмика Относительно Отсутствия Своей базы То есть Юмика Делает Те же Самые Два Барака Как и Найх Вайллс Правда Там Другая Была Тема С Маутон Кингом Но Логика Такая Же То есть Он Сейчас Полагает Что У него Все Хорошо Он Должен Что У эльфа Базы Нет Что Он Должен Просто Дефаться От Агрессии Ну Там Вышки Ставить Барак Добавляет Чтобы Рифлов Успеть Замасить Если что А у эльфа Совсем Другая Тема Он Делает Грейт На Т3 И у него Есть Еще При этом База То есть И технологии И Экономик Чуть Не добил Опять С руки Хотя Он Достал Бы Кажется Только По Престу И Соло Варден Видит Грейт На Т3 А Сейчас Увидит Увидит Там Красная Точка Пролетает Видит Что снизу Кто-то Уходит И Догадался Догадался Что там База А что Им там Еще Делать Внизу Соло Варден Действительно Получает Как и Любой Другой В общем-то Герой Соло Бонусные На Т3 20% Экспы И Стоит ли Говорить Что У Варьки Все Три Ключевых Скилла Которые Он Взял И Блинк И Даггер И Ульта Они Ну Ульта Понятно Она Один Левел И все И отлично Уже все Хорошо Но Даггер И Блинк Они Колоссально Улучшаются В плане Эффективности Третий Блинк Например Сравните Отсутствие Кулдауна И там 10 маны Всего Заскачок Первый Вообще 50 Маны Блинк Стоит И Кулдаун 10 секунд Второй Кажется Стоит Уже Фигню Но Кулдаун Большой Тоже 10 секунд И тут Отсюда Не уйти Так просто Второй Дирижабль Второй Дирижабль Да Дирижабли Не едят Они Не занимают Лимитов Можно Тем более Показывать Там Ненастоящий Дирижабль Ты же Не знаешь В каком Дроп Один Полетел Туда Другой Сюда Мне кажется Нужно Попробовать Лоулю Ты поставил Древо Ветров Иначе У него Просто Нет Другого Способа Эти Дирижабли Поймать Да Ставит Древо Ветров Ребята Я еще Что-то Понимаю Понимаете Понимаете Приятно Понимать Что ты Понимаешь Что ты Окей Почти Пятая Варден Наступает Ночь И прямо Под ночь Делается Апгрейд На ночное Видение Аккуратненько Аккуратненько Там Бладмейдж Вышел Делается Касл Бетон Ох Сейчас можно поймать Смотрите Как Арбой Арбой не действует На механический Убей А Ну тут И все Дирижабли Горят Но не падают Засада Панда Второй герой Все-таки Не соло Варден Чуть-чуть Не хватает До пятого Левела Так неприятно Был бы Был бы У нас Третий кинжал Там Ваншотались бы Всякие Престы Ну почти У Преста Там 240 Кинжал 225 Наносит Потом еще Периодическим уроном Столько же Да Панда Здесь поможет Тем более Что у Варьки Ты билд Даггер И блинк То есть Ножей нет Можно переучиться Конечно Но Для Для того Чтобы Быстрее умирали Кастеры, мортиры И прочее Нужно конечно Два АОЕ Иметь Вместо одного Пытается Как-то Отвлечь Внимание Лоули Там Медведи Первые выходят Нычка работает Продолжает Крепиться Кстати Панда Причем Уже На точках На которой Стоп Стоп Куда он полетел Полетел он на мейн Панда Очень быстро Качается Как видите Уже Два с половиной На этой точке Будет Третий Даже Больше чем Три Еще Девайс Еще Золото Инициатива Безусловно Сейчас У Лоули И очень давно Она у него Соби маска Да Соби маска Классная Зоби маск Пятый левел Отлично И можно Преста подрезать Варден Просто занимается Контролем То есть Она Смотрит За перемещениями Если что Плохо лежит Например Как мортира Бежит Смотрите Мортирка Куда Что Вины Пары Дыхание Ой Как Сдувает Тут же Вынужден Свитокю Зать Господи Какая боль Какая боль Винные пары Дыхание Еще Ножи Одни Минус Все путы Ая связка Фирменная Приятно Варден Панда Еще Тогда Мету Понял Лоулит Опережает Колоссально По лимиту 24 Эксп На эксп Только Решил Юмика Выйти Там Покрепить Или Может Поставить Третью базу Его Его Сразу Немножко Приспустили На землю Причем Приспустили Без медведей Какая-то Несчастная Панда Битая Там Остатки Дриад и Арчей Без основной Армии Плюс Варька Заставили Подрезали Где-то Лимита 20 Для начала Убили героя Ну а как Как тогда Еще с медведями Их убивать Такой вопрос Да Идет Любопытная Застройка Справа Вообще Скоро По ощущениям Опять же Заканчивается Мэйн То есть Нужно думать О будущем Нужно думать О том Где брать Золото И Судя по всему Юмика Собирается Ставить баз Вот здесь А тут Строит вышки Спалился Правда Сейчас И находится Далеко То есть Часть вышек Просто будет Уничтожена Ни за что Фейрики Уже есть в армии Наверное Там и грейды Тоже Типа 2-1 Ну такие Близкие К идеальным Ну к идеальным В плане Реальных грейдов Понятно Дело Что идеальные грейды Это 3-3 Но 0-0 Телепорт Пошел Это как раз Минус Можно успеть Забрать пару 40 Ножи Дыхание Да Пристах Забрал Отчего Манка все равно Полная Пока там Следующая Следующая Битва будет Панда Точно восстановит Ману У нее Субимаска Есть Поэтому Не проблема Они уже Всю карту Прокрепили Почти уже Да это Неудивительно Там Осталось Только Зеленая точка Две Зеленые точки Справа Две По центру Зеленые точки И зеленая Снизу Дофига На самом деле Осталось Но Это не столь Важно То есть Единственное Что можно В криппинге Отметить Такого Особенного Это то Как быстро Панда Набирала Уровень И во многом Нужно Благодарить Именно Варику За это Потому что Она Контролировала Ситуацию Она Знала Где Находится Хумен Она Там Подрезала Если Если что Плохо Бежит И вот Именно Благодаря Этому Мы Наблюдаем Такой Колоссальный Разрыв В плане Уровня То есть 5-4 Против Там 4 Может быть 2-1 Как так Как-то так Деревья Пошли Танки Иннерфайр Полиморф Очень странно Бараки Это понятно Против танков Полиморф Неужели Он Действительно Думает Строить Достаточно Количество 40 Для полиморфа Против Третьих Ножей Третьего Дыхания Это Еще Не Самая Жесткая Вещь То есть Панда Не Пятая Еще Порычать Бэм Одновременные Атаки Идут Сейчас На Эксп И Соответственно Танки Разводят На Мэйне Но к Танкам Готовы Танк Убили Ой Не Успеет А нет Рейнджа Хватило Для Рыцаря Чуть Чуть Буквально Полсантиметра Он Заходил В рейндж Телепортом И Главное Отбиваться Тоже Видите Может Знает От танков Как отбиваться Идеально То есть Достраиваешь Бараки Делаешь Одного Талончика Грейт На Нечу Блейсинг Еще Шредера Привлекаешь Все Это Самое Наверное Дешевое Самое Но Весьма Эффективный Способ Отбиваться От танков И Танки Тоже Предсказывались Потому что Юмика Очевидно В лоб Выиграть Никак Не может Он ищет Обходные Пути Он пытается Сделать Вышки Там Как-то Прогрейдить Использовать Их Для получения Преимущества Или Собственно Наносить Урон Отдельно Удары Точнее Отдельно По мейну Отдельно По Экспанду Чтобы Где-то Хоть Урвать Но Ловли Делать Все Спокойно Четко То есть Он С одной Стороны Не суетится Вообще В плане Там Убить Там Попытаться Юмика Прийти к нему На экспант И там Наказать Его За все То есть Он Видимо Уже Смирился С тем Что Окей Ты докачивай Мейн Окей Я не против Танки Хорошо Подготовимся Сделаем Он Не суетится Так Юмика Скорее всего Будет пытаться Укрепиться Именно На своем Натурале Это Наиболее Реалистичное Место Где Можно Защититься Неплохо И он Вроде Продолжает Там Делать Вышки Для Того Чтобы Пододвинуть Линию Фронта К Второй Базе Нападение Сейчас Идет Кажется Варька Нападает Там Да Рабочих Просто Поубивала Подаем Шой Она Убивает Не только Для того Чтобы Как-то Экономику Подбрить Хуману А И для Экспы Тоже Потому что У нее Ей Совсем Немного Осталось До Шестого Левела Не вешаются Феррикем Вешаются Наконец Начинают Стрелять Варя Бежит На мэне Там Один Один Танк Воюет Медведей Очень Много Надо Диспелить Дрядками Элемов Панда Дышит Ох Ножи Все Ультимейт А Трупы Будут Огромная Стена Медведей Свиток Делает Мана Дыхание Лимиты Равные Вот лезть Я бы не стал Дальше Да Пусть Аватер Венженс Работает Можно поставить Базу Например Еще одну Эльфу Получается Что безопасное Место На натурале У У Юмико Ну Либо У себя Поставит Выбора Уже Больше Нет Как там Герои 3-2-1 Герои 3-2-1 Герои Юмико Не 4-2-1 А 3-2-1 Просто представьте Игра идет Наверное Уже Минут 20-23 Вот так Вот Приблизительно У него Архмаг Такого уровня Который Получается В первые Там 3 минуты Игры Криппинга Ох Хорошо Дыхание Третье Странно Что он не Переучил С новинной пары Плюс дыхание Значительно Более Эффективное И по Скорости И по Дэмэджу Связкам Маны Вроде У нее Хватает Ломиться Не стоит Можно Кстати Химер Еще Добавить Наверное Хотя Да Можно Почему Нет Мортиры Конь Основная Проблема Брекеры Конечно Тоже Героем Ну Нечем Убивать Варька Влетают Мортиры Панда Подходит У него Высасывает Ману Ну Видите Не может Он Пробить Не хочет Он Лезть На Вышки И правильно Делает Тем более Что Мэйн Тоже Закончился Какого Ох Залетает Убивает Очередную Порцию Вообще Вот Такими Маневрами Отрезая По Одному По Два Юнита Это Все равно Это Все равно Плюс Безусловно Падает Еще Рыцарь Да У него Варька Внутри Убивает Паладина Все пустые Оба героя Пустые Панда Пятая Но У нее Падает Бладмейдж Это Это Кажется Все Под вышками Начинает Добивать Уже Армию Да ГГ Юмико Вылетает С турнира И лоулит Проходит Финал В нижней Сетке Ну Малый финал Он кажется Называется Классно Классно Вардан Панда Вот так вот Пыш Пыш Классно Пойду поставлю Заливаться Эту Эту Игру